Ну что друзья, как проводите летние деньки? Надеюсь у вас все хорошо. Я вот только из больницы смог выбраться и это мой первый ролик после большого перерыва. У нас тут пятая серия адского босса все приближается и приближается, поэтому сегодня мы поговорим что же там будет происходить. В прошлый раз мы с вами уже разбирали новую гифку из пятой серии босс, и тут Вивен решила нас порадовать еще одной. Подписали они пост так. Наш следующий эпизод адского босса выглядит потрясающе. Ожидайте. На ней Милли поворачивается к кому-то с красивым сияющим эффектом на фоне. Мила улыбается, но если замедлить, то мы заметим, что по всему ее лицу стекают слезы. Учитывая улыбку, скорее всего это слезы радости. Может быть что-то случится с Мокси, он ей скажет что-то милое, и она расплачется от его слов. А вы как считаете? Это слезы грусти или радости? Обязательно пишите в комментариях, будет интересно почитать. Затем Вивен в инстаграме поделилась вот такой фоткой. В ней она с Пикселем и ее котом в программе премьера собирают новую серию адского босса по кусочкам. Она прирендеривает буквально начальные кадры серии. Вон в правом верхнем углу можно увидеть 15 секунд от начала эпизода. На кадре мы видим раненого столоса. Похожий момент с больницы продолжится в следующей серии. Причем эпизод начнется именно с этих кадров. Друзья, у меня для вас важное сообщение. Я всегда мечтал набрать 200 тысяч подписчиков на канале. Осталось уже не так много. Обязательно подпишитесь. Помогите осуществить мою мечту. Спасибо. Ну и вишенка на торте. Многие после последних двух эпизодов начали писать про Луну. В третьей серии второго сезона она вообще не произнесла ни слова. А в четвертой серии она лишь рычала. Да, в кадре ей уделили много времени, по сравнению с прошлым эпизодом. Но она и тут не произнесла ни слова. Фанаты сразу сполошились, что случилось с Эрикой Линдбер, голосом Луны. Что она из строчки текста не может озвучить уже два эпизода. Кто-то начал гадать на кофейной гуще. Ведь не так давно у Эрики умер ее парень Билли Камец. И именно из-за этого она молчит в последних сериях. И пока что не хочет говорить из-за своего ментального состояния. Но все решилось буквально недавно. Эрика сама написала большое сообщение у себя в твиттере. И развеяла все эти слухи. Так что друзья, так было задумано самой Вивьен Медрана. И с Луной все хорошо. Но и Вивьен дополнила эту новость. Эрика потрясающая. К сожалению, один из самых больших эпизодов про Луну в сериале до сих пор не вышел. А другие имеют иную направленность. Или ограничения, когда мы их записывали. Плохие слухи приносят лишь вред команде и актерскому составу. Мы любим Луну. Ее будет еще много. В будущем. Ну собственно да. Эти два эпизода были и не про Луну вовсе. Третья серия была про Мокси и его отца. Четвертая серия сконцентрировала свое внимание на страйкере и на столости. Луна тут была чисто ради того, чтобы бояться уколов. Ну и чтобы в очередной раз показать, как Блиц о ней заботится. В будущем будет еще много Луны. Не переживайте. Особенно вон после недавней восьмой серии первого сезона. Ну и возвращаемся к пятому эпизоду. Буквально вчера Вивьена публиковала очередную гифку из пятой серии. И даже успела анонсировать дату выхода нового эпизода. В эту субботу, 8 июля, Адский босс эпизод 5 выходит как раз вовремя для веселья в летнем лагере. Кстати, эта гифка с Мокси появилась в нашем телеграм-канале еще вчера. И уже многие ее успели обсудить. Обязательно залетайте и подписывайтесь, так вы точно ничего не пропустите. Ссылочка самая первая в описании. На ней мы видим, как Мокси в своем новом женском образе подходит к группе студентов в лесу. Этот кадр мы с вами уже видели на Level Up Expo. Правда он не был закончен до конца. Мокси говорит девчонкам, что хочет с ними подружиться. Девочка справа спрашивает, что не так с его ногами. На что получает ответ, что он попал в аварию. Далее есть еще парочка кадров из этого же лагеря. Где они сидели возле костра. Затем Мокси вскочил с места. И вот с таким выражением лица пошел к какой-то девочке. Да и лицо у него заплаканное. Похоже подростки смогут вывести его из себя. Ну и еще один кадр отсюда же. Где Мокси держит картину перед лицом. И что-то рассказывает студентам. А затем прыгает в камеру. Похоже они перед костром будут травить какие-то истории. Про Барби Вар я тоже уже рассказывал вам, что она появится в этой серии. И зачем-то будет защищать вот этого очкастого паренька от Мокси. Который по всей видимости захочет убить его. Причем у нее будет человеческая маскировка. Я думаю, что и вот этот кадр, где Блит сидит в телефоне в своем офисе, тоже относится к этой же серии. Он быстро выпровашивает Мокси. А тот в принципе и не против удалиться. И раз Вивена показала вот этот кадр. Значит Стоас продолжит переписываться с Блитцом. После того, как в прошлой серии он попал в больницу. В этот момент придет заказ на убийство в мире людей. Мили и Мокси отправятся на землю под прикрытием. Будут внедряться к местным студентам. А затем вся наша команда повстречает Барби Вайер. Который наконец-то расскажет обо всем, что случилось между ней и Блитцом еще очень давно. И все это великолепие мы уже увидим с вами 8 июля. Если ждете, не забывайте ставить лайк. Посмотрим сколько нас. Также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Чтобы не пропустить например стрим, где мы будем ждать и смотреть новую серию. А я с вами не прощаюсь друзья. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok